Мобилизация и чрезвычайное положение на Украине «Мир сегодня» представляет программу «Мир сегодня» Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире А также спорт, новости шоу-бизнеса, погода В студии Юрий Ростов В программе «Мир сегодня» Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вечером сообщили, что главы Донецкой и Луганской республик Обратились к Путину с просьбой помочь им в отражении украинской агрессии Сегодня американские военные предупредили, что атаку на Украину Российские войска могут начать в самое близкое время, в пределах двух суток Направлением удара, скорее всего, станет Харьков Город недалеко от границы и на минимальном расстоянии от Донбасса Его оккупация означала бы стратегический контроль над территориями, прилегающими к районам сепаратистов Было также несколько подтверждений перехода российских войск через границу в Донбасские республики Сегодня Вашингтон объявил санкции против ближайшего окружения Путина В частности, против министра обороны Шойгу, против начальника кадров Президентского аппарата против главы англоязычной пропагандистской телестанции Russia Today Маргариты Симоньян против пресс-секретаря МИДа Маргариты Захаровой Против нескольких детей российской политической элиты и других Также под санкциями теперь и главная российская компания, ответственная за газопровод «Северный поток-2» Сегодня Украина ввела чрезвычайное положение Статус чрезвычайного положения в связи с угрозой российской интервенции Дает чрезвычайные права и центральному правительству, и местным властям По привлечению ресурсов и подготовке к обороне Оппозиционные партии требовали от Зеленского введения чрезвычайного положения Уже несколько дней тому назад, но он тогда отказывался это даже обсуждать Из Украины в последние недели рекордными темпами уходит западный частный капитал Еще в больших масштабах вывозят деньги легально и нелегально местные предприниматели Имеет место массовый выезд из республики тех, кто может себе это позволить Включая и государственных чиновников Зеленский опасался, что чрезвычайное положение может ускорить эти процессы И пытался откладывать его до последней возможности Зеленский также объявил о мобилизации военных резервистов Заявил, что правительство сделает все возможное для поднятия боеспособности Украинской армии и ее готовности к любым изменениям оперативной ситуации Также объявлен о мерах так называемого экономического патриотизма Включающих сокращение налогов и программу стимулов производителям и банкам Украина с осени теряет по оценкам в районе 3 миллиардов долларов каждый месяц В результате нарастающего кризиса и вывода капитала Помимо всего прочего, международные авиалинии могут скоро прекратить полеты в Киев и в другие украинские города Украинский МИД призвал всех украинцев на территории России как можно быстрее оттуда выезжать Все эти меры предприняты Киевом после того, как Путин впервые так однозначно сформулировал свои внешнеполитические взгляды И по сути изложил свою программу действий Это не только признание донбасских республик, введение на их территорию войск, но и поддержка их претензий на расширение их территории в районе где-то в три раза Это положение о том, что Украина искусственное государственное формирование без исторических оснований для его существования Это однозначное требование не вступления Украины в НАТО и ее разоружения В последние часы Австралия, Канада, Япония объявили, что присоединяются к санкциям против России До этого санкции, кроме США, ввели также Великобритания и Европейский Союз Австралия объявила об ограничении на деятельность некоторых российских банков И объявила персонами нон-грата восьмерых членов Российского Совета национальной безопасности, призывавших к признанию независимости сепаратистов Канада предпривела шаги против российских банков и ввела запрет на операции с ценными бумагами российского государства Похожие меры объявила и Япония Все государства, присоединившиеся к санкциям, запрещают и какие-либо экономические, финансовые, другие связи с так называемыми Донецкой и Луганской республиками Согласно мнению подавляющего большинства экспертов, нынешние санкции против России, тем не менее, не окажут достаточного воздействия на администрацию Путина Так же, как, скорее всего, и угроза более полных санкций в будущем После аннексии Крыма в 2014 году и тогдашних ограничительных мер Запада Россия предприняла очень существенные шаги к повышению независимости своей экономики В первую очередь был создан большой резерв золота и наличных Также снижена и до этого невысокая зависимость от зарубежных займов Больше 90% правительственных займов размещены сейчас внутри России К тому же цены на нефть в настоящее время приближаются к 100 долларам За баррель цена очень высокая и развитие кризиса этому только способствует Европа уже несет потери от сверхвысоких цен на нефть и газ Это усиливает позицию Путина Согласно части американских республиканцев Байдену было необходимо, как заявил, например, сенатор Рубио Главный акцент делать на удар по нефтяному сектору России То есть не сдерживать развитие энергетического сектора США Но создать для него максимально благоприятные условия Добиться изобилия на международной арене нефти и газа Резкого падения цен Затем ввести в действие самое сильное оружие против России Прекратив или очень в существенной степени ограничив ее возможность продажи энергоносителей Президент Франции Макрон, который хоть и бесполезно, но очень много общался и встречался с Путиным В последнее время заявил, что поведение, состояние Путина в последние дни резко изменилось Путин в прошлый понедельник, согласно Макрону, несколько раз терял нить беседы Повторялся, казался рассеянным и поглощенным какими-то своими внутренними картинами Что на него совершенно не похоже И в то же время у Путина в понедельник был и взрыв эмоций Достаточно неожиданной энергии, когда он произнес речь о незаконности существования Украины Признал Донбасские республики, заявил о праве России вводить туда войска На интернете сейчас циркулирует теория о том, что Путин мог переболеть коронавирусом Не объявляя об этом в сравнительно тяжелой форме У него были продолжительные периоды, когда он пропадал из света рампы А вирус иногда оказывает воздействие на психическое состояние Так же, как и сама необходимость изоляции меньшего общения Всевозможные трудности, связанные с вирусом, оказывают на людей любого уровня и положения Тоже существенное психологическое влияние В Америке были взрывы расовых претензий с грабежами и поджогами В Канаде водители грузовиков парализовали почти всю страну Почему Путин, в принципе, на совершенно ровном месте создал этот украинский кризис Почему именно сейчас ему стало вновь столь обидно за развал Советского Союза В начале 90-х годов, три десятилетия тому назад Почему именно сейчас он впервые открыто заявил о незаконности самого существования Украины О том, что она является с его точки зрения вообще исторической несправедливостью Которую именно сейчас нужно ликвидировать с помощью танков Сегодня российский МИД, заявив о желании защитить жизни сотрудников своего посольства и консульств Объявил об эвакуации их из Украины Украинский МИД отозвал из Москвы своего временного поверенного еще позавчера И тогда же официально предложил как бы Зеленскому разорвать дипотношения с Россией Зеленский заявил, что в тот же день, в понедельник, примет то или иное решение по этому вопросу Но так и не принял Как следовало ожидать, средства массовой информации России оказали большое воздействие на граждан страны Причем сама создаваемая там атмосфера воздействует отнюдь не только на малообразованных Согласно сегодняшнему опросу, скорее поддерживает решение Путина о признании независимости Донбасса от Украины Чем не поддерживает 73% россиян Сегодня, помимо всего прочего, 23 февраля, день советской армии и военно-морского флота В связи с этим праздником, изменившим сейчас название, Путин заявил о начале боевого дежурства некоего мощнейшего оружия, равного которому нет во всем мире Путин обещал и дальше развивать новые системы вооружений, включая гиперзвуковые, а также основанные на новых физических принципах Дальше в нашей программе через некоторое время о том, что покупка дома теперь обходится по крайней мере на 200 долларов в месяц больше, чем 3 месяца тому назад Оставайтесь с нами Дальше в нашей программе